шалом дорогие друзья с вами раввин каплан и мы сегодня поговорим о недельных главах торы в аякель пикуды которые завершают чтение второй книги пяти книжья шмот они целиком дорогие друзья посвящены устройству мешкана а также одеянием первосвященник эти подробные описания повторяют почти в точности то что мы уже читали в недельных разделах трума и тцв разница состоит только в том что на сей раз эти описания сформулированы не как повеление всевышнего данные маши а как описание того что маше повелел исполнить бицелелю сыну ури и его помощника надо отметить что в айкель еще раз говорится о сборе пожертвований на строительство мешкана а также об устройстве переносного храма и начале его строительство а в главе пикудей о завершении и освящении мешкана а также о его величии и значимость грех золотого тельца дорогие друзья описанный главой китиса как бы спрятан торой между главами труматы цв и в кель пикудей отнюдь не случайно так в них раскрывается истинная суть нашего характера отличающегося по мнению мудрецов тремя важными качествами это сострадание скромностью и сотворением добрых дел которые ярко проявились после всенародного раскрытия при строительстве мешкана переносного храма однако в начале главы ваякель всевышний повелевает маши рабы но говорить народу о соблюдении шаббата перед тем как сообщить о заповеди построить переносной храм пустынь как шаббат связан с храмом нашим раскаянием и почему именно здесь стоит это заповедь спросите вы меня давайте попробуем разобраться традиционные комментарии говорят что здесь мы находим законы шаббата касающиеся 39 основных видов работ запрещенных в шаббат всевышний через маши рабы но наставляет народ что этими законами нельзя пренебрегать даже при строительстве мешкан обратим наше внимание дорогие друзья на соседство двух слов в первом стихе главы и сообщил ваякель моши всему обществу сынов израиля сказал им шесть дней можно делать работу в день же седьмой шаббат да будет освящение полного покоя господа шмот 35 1 итак слово ваякель стоит и рядом со словом шаббат это означает дорогие друзья что заповедь о соблюдении и освящении седьмого дня недели была дана не только избранным раввинам и мудрецам а всей общине то есть каждому а шаббат как бесценный дар всевышнего является национальной ценностью предназначен он для того чтобы укрепить наши семьи установить дружеские отношения улучшить их между друзьями сформировать чувство близости единство всего народа а также мира взаимопомощи и поддержки и наконец взаимной ответственности друг за друга не случайно наши мудрецы утверждают что если весь народ будет соблюдать два шаббата подряд исполнив предписание закона по соблюдению их святости то удостоится долгожданного открытия и прихода маши я давайте вспомним дорогие друзья что прежде всего речь в торе идет не о семи днях недели и не о людях в реальном мире тура всегда говорит о внутреннем духовном мире человека хотя все что в нем происходит так или иначе отражается также и в материальном мире и так после шести дней нашей работы как бы подготовительная работа она заканчивается а на седьмой день над нами работает свет седьмое действие она ударная шести свирот добавляется последняя седьмая сфера молхут суббота которая и склеивает собранные нами шесть свирот и добавляет еще три верхние сферы которые являются свойством света таким образом человек собирает эти шесть частей а потом дает свету их как бы спаять он их склеивает и получается законченный базис души поэтому суббота самый святой день даже по названию она выделяется среди остальных дней недели на иврите не недели называются просто день 1 день 2 день 3 и так до 6 а седьмой день называется особенно шаббат основой нашей духовной природы является желание наслаждаться дорогие друзья и здесь говорится о том как происходит сборка из гости эгоистических желаний человека или общество в каждом из нас есть разрозненные желания далекие друг от друга часто они противоположны и все они части нашей разбитой души нам предстоит собрать их как пазл в единую душу иначе говоря нам надо собрать их в одно целое сборка это происходит под воздействием высшего света который вокруг нас и это свойство единства и любви творца если мы пытаемся быть ему подобными он воздействует на нас по мере нашего усилия помогает нам объединиться теперь рассмотрим главу пкд вторую читаем нами на этой неделе и мы поймем что человек это создание раз он создан творцом он не может быть абсолютно свободным он находится под воздействием его силы как все природе на нас выше нисходят две силы отрицательное и положительное отрицательное со стороны эгоизма положительное снаружи от света и между ними идет борьба мешкан переносной храм который мы должны построить это наше исправленное желание вся тора эта программа построение человека сосуда который будет в итоге наполнен высшим светом как наше тело наполнено материальной жизненной силой так и душа этот духовный сосуд наполняется силой света духовной жизни наша задача дорогие друзья является полное объединение всех частей нашей души в единое целое тогда мы и постигнем свет который нас наполняет мы постигнем творца созидающую силу всего мироздания это есть общий смысл связи шаббата и храма и наша с вами цель этого я нам всем и желаю браха вас лоха будьте здоровы шаббат шалом ваш раввин каплан и и и и и